Всем привет! Вы снова смотрите обучающий блог для барменов, меня зовут Иван. Сегодня я подготовил для вас подборку из 12 различных бросков со льдом. Между прочим, простые броски со льдом, они гораздо больше впечатляют людей, чем нежели различные классные загрузки. Когда вы делаете движения, понятные для людей, это вызывает у них эмоции. И если вы хотите вызывать эмоции у ваших гостей и зарабатывать больше чаевых, то обязательно досмотрите это видео до конца. Но не забудьте сделать все, что нужно. Подпишитесь, поставьте лайк и так далее. И мы начинаем. Поехали! Первое движение это просто бросок льдинки вверх. Да, но при этом имейте в виду, что даже элементарный бросок это лучше, чем ничего. И кстати, есть небольшой лайфхак. Если вы берете лед из айсбокса, то сделаете загрузку вдоль, вдоль стенки, вверх. И тогда вам будет гораздо проще бросать. Когда вы делаете бросок просто совком, у вас движение довольно объемное. Когда вы делаете загрузку вот таким вот образом, то движение короткое, но более прямое. Поэтому вам будет гораздо проще. И опять же, когда вы делаете движение резко, это выглядит гораздо интереснее. Второе движение это естественно выброс из-за спины. Когда вы делаете бросок из-за спины, это выглядит прикольно. Как ни странно, когда я работаю и делаю просто бросок из-за спины, люди как бы не ожидают. И они такие, о, ты видел это. И это невероятно. Особенно на иностранцев это почему-то производит неизгладимое впечатление. Поэтому имейте в виду, даже такой простой выброс из-за спины может вам принести гораздо больше чаевых, чем если бы вы не делали ничего. Еще раз, просто бросок из-за спины. Третье движение это бросок за спину. Все просто. Казалось бы, вы бросаете льдинку за спину. Если вы ее не поймали, то нет никаких проблем. Вы просто, ну, пните ее подальше. Я не знаю, она где-то растает и никаких не создаст проблем. Но если вы поймали, и если вы сделали это, А если вы не сделали это, то ничего страшного. Потому что вы можете так сказать, а, типа, и давай, one more time, еще раз. И это будет действительно круто выглядеть, когда вы сделаете это со второго раза. Это как в цирке. Вы создаете интригу, и вы побеждаете. Это круто и всегда выигрышно смотрится. Движение номер четыре. Бросок за голову. И это практически то же самое, что поймать перед собой, Ну, просто завести вот сюда за голову. То есть вам нужно просто привыкнуть к этому движению, Так как оно все-таки с непривычного ракурса. И после этого вы начнете его делать уже сто из ста. Я думаю, что у вас будет это получаться очень быстро. Обязательно попробуйте. Не обязательно это делать, но, тем не менее, если вы научитесь, То это будет не лишним. Бросок за головой. В этом движении в чем проблема? Его на самом деле сделать сто из ста довольно сложно. Все-таки здесь есть некий момент фарта. То есть, если, например, вы делаете бросок шейкера за головой, То это гораздо проще. Когда у вас летит льдинка, То здесь все-таки накладывается момент, Что вы бросаете льдинку совком, а не рукой. Поэтому есть некий люфт. Но иногда это получается, иногда нет. Но классно, когда именно шадоу пасс, А именно так называется это движение, Вы делаете его и смотрите в другую сторону. И когда вы поймали, это действительно фурор. Поэтому имейте в виду, что если вы научитесь это делать, То это будет невероятно классно. Итак, следующее движение. Мы выбрасываем из-за спины и ловим за спину. Это выглядит прикольно, потому что движение объемное. Когда вы делаете выброс из-за спины и ловите за спиной, Здесь самое главное, чтобы у вас была комфортная одежда. И я бы не сказал, что у меня получается это делать стабильно, Потому что рубаха просто уходит, И льдинка втыкается в рубаху. Поэтому если у вас, например, широкий фартук, Либо свободная одежда, то, возможно, это будет получаться не сразу. Поэтому тоже имейте в виду, что есть небольшие моменты. Следующее движение. Мы с вами меняем хват шейкера и делаем его обратным. Соответственно, шейкер упирается в середину ладони. И забираем льдинку, как будто ловим ее рукой. То есть, в принципе, такое простое маятниковое движение. И самое главное, не разбейте лед. Когда вы делаете это резко, лед может просто крашиться. Соответственно, если вы хотите дальше еще делать с ним какие-то движения, То, соответственно, делайте это довольно мягко. Следующий трюк выглядит так же, Но сначала мы с вами подбиваем донышком шейкера. То есть, мягенько мы с вами набрасываем льдинку. Опять же, ее немножко подстукиваем. И забираем. Здесь самое главное, слегка подбить донышком. Если ударите слишком сильно, То льдинка улетит, и вы просто не успеете среагировать. Поэтому буквально на подлете еще немного подбивайте. И мягко, опять же, забираете. Если потренироваться минут 5-10, то у вас начнет получаться довольно стабильно. Попробуем поработать с двумя льдинками. Первое движение это просто выброс. Здесь самое главное, поймать одну льдинку в шейкер, Вторую льдинку поймать в совок. И дальше вы можете выбросить, например, из-за спины, И поймать уже вторую сюда. То есть, связка выглядит следующим образом. Выбросили, поймали, поймали. Элементарно. Но при этом выглядит уже гораздо интереснее. Если у вас одна льдинка в шейкере, вторая в совке, Вы сможете сделать вот такой размен. Это прикольно, как часть жонглирования. То есть, вы можете сделать уже более длинную комбинацию, Что гораздо уже интереснее смотрится для ваших гостей. Для тех, кто любит трюки посложнее, Мы с вами выбрасываем две льдинки левой рукой, А правой делаем снэтч-снэтч. То есть, мы с вами забираем одну льдинку, И затем вторую. Итак, раз, два. И более простой вариант исполнения этого трюка, Вы сначала делаете снэтч, И затем забираете льдинку вот таким образом. Итак, раз, два. Это гораздо более стабильно и более комфортно. Поэтому, если у вас плохая видимость, То, возможно, это гораздо более удобный трюк. Следующий трюк выглядит следующим образом. Тут, по сути, вы просто делаете бросок льдинки, Пока она летит, Вы просто ставите ваш бокал или шейкер на баланс, И ловите прямо сюда. На самом деле, это гораздо проще сделать, чем кажется. Самое главное, это своевременность. Бросили, поставили, поймали. Если, опять же, у вас с балансом все окей, То, соответственно, у вас уже проблем никаких нет. Соответственно, старайтесь брать бокал невысокий, С тяжелым дном. Рокс, я думаю, подойдет оптимально. Еще один трюк из той же серии. Вы выбрасываете льдинку из-за спины, Но у вас бокал уже на балансе. То есть, либо вы его заранее поставили, Либо бросили и поймали на руку, И потом бросили льдинку. Вы можете сделать это как хотите, Но самое главное, это хорошо преподнести этот трюк. Если вы сделаете его очень выигрышно, Соответственно, вы сможете заработать очень много чаевых. Этот трюк выглядит невероятно выигрышно, И он создает реально вау-эффект. Потому что у вас баланс, вы в баланс ловите, Это просто взрыв мозга. У людей действительно паника после этого трюка. Поэтому используйте, если у вас будет получаться, То это невероятно классно. Когда я собирал эту подборку, Я всего лишь брал самые элементарные, простые трюки. Но, тем не менее, их уже очень много. Когда вы способны вызывать эмоции у людей, С помощью элементарных трюков, Это самое главное и самое важное. Потому что лед есть везде. Всем понимают, что такое лед. Все его держали в руках и понимают, каково это. Поэтому имейте в виду, Что таким образом вы можете заработать гораздо больше чаевых, Просто элементарно подбросив лединку. Казалось бы. Но эта лединка может принести вам очень много денег. Поэтому я желаю вам хороших чаевых. Ну, а если вы хотите гораздо более серьезно углубиться во флейринг, И понять, как придумывать свои трюки, Как интегрировать их в свою работу, И вообще, откуда они берутся, Соответственно, вы можете пройти мой курс. Поэтому пишите мне в директ. Обязательно свяжитесь со мной, И я объясню вам все нюансы. Скоро мы анонсируем очень интересный проект. Обязательно следите за новостями, И смотрите, что происходит в инстаграме. Потому что там у нас гораздо больше всего интересного. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну, а мы с вами увидимся в следующем. Пока.